всем добра любители ужастиков история выходит на финишную прямую и в 12 главе все настолько перемешалось что я отчаялся сделать хоть какой-то логический выстроенный ролик и решил просто показать вам все варианты развития событий следите за подписями что-то что-нибудь вида я ничего не вижу твои глаза могут врать а я только подумала что раскусил это местечко потеряться здесь это как пропустить мозги через мясорубку что он ничего просто я подумала что спроси меня кто-то о том что здесь вообще произошло то я бы не знала с чего начать эта ночь все тянется и тянется да но знаешь что мы здесь торчали кучу времени и все было окей ну ты знаешь с появлением говнюка шерифа все пошло через задницу ты не знаешь наверняка что дело в нем а ты что не в нем и что теперь делать у нас как бы всего один вариант то есть убрать отсюда нахер как можно скорее но как же линда а что с ней может мы наткнемся на нее по пути расскажи что за история с девчонкой что девушка из саркофага я не знаю подробностей говорит знала мою маму но это же полный бред как и все что здесь творится жаль мы не пообщались подольше я лишь надеюсь что она вернулась туда куда хотела что-то что-нибудь вида с появлением говнюка шерифа все пошло через задницу ты не знаешь наверняка что дело в нем а ты что не в нем стой шериф ты же не а сами грине говоришь знаешь его класс если шериф green и линда здесь отведите меня к ним прошу не думаю что это хорошая идея слоняться здесь в это время надо лишь не разделяться все будет окей надо их найти линда и шериф грин ну они меня ищут зачем им тебя искать мы разминулись с линдой когда до встречи с вами не важно нет и я ничего не вижу но она может быть где-то здесь черт надеюсь нет что по твоему случилось с тем тем кто это был я не знаю кто-то мертвый до встречи с тобой я шел с девушкой мэти но мы разделились ты же не думаешь что это но уже не важно если будем тут торчать то нарвемся и все таки как я здесь оказалась я была на заводе и потом меня вдруг перенесло в этот дом надо выбраться из этого дома да конечно так и сделаем надеюсь что труп вон там не связан со мной ты же не думаешь что я причастна ну думал совсем недолго но ты не похожа на кромсатели трупов кромсателя неплохо крутое название ну знаешь для фильма да может я ничего не вижу так странно ты в порядке мне чутка она плоховато но он же только что умер прямо на наших глазах да вы дружили с ним я не была с ним близко знакома и он то еще заноза в заднице но он был ничего он не заслужил такого это несправедливо если тебе уже получше может сможешь рассказать откуда ты что ты помнишь вдруг поможет стоп то есть линда здесь линда кассел да она тут надо ее скорее найти она моя подруга да да отличная идея надо найти линду линда ищет меня а она знает что ты здесь просто она тебя не упоминала а но она была со мной с тобой мне мне кажется да не знаю мне какая-то каша в голове эй расслабься не бери в голову просто пойдем дальше видишь ничего нет не о чем беспокоиться не о чем о блин то место вон там ну откуда я вышла вот так бред капец я сейчас проснусь и все исчезнет сейчас бы прилично кроватку они это все на эту кровать ложились разве что девственницы перед ритуальным жертвоприношением может августина специально нас заманила чтобы принести кого-то из нас жертву ну я знаю как тебя обезопасить фу чувак ого обычная комната нифига себе ого обычная комната нифига себе сувениров прошлых жертв которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев а я я это уже видела это них нет бред что бред это вещь одной из жертв фрэнка стоуна фрэнка стоуна маньяка завода но почему она здесь и я тоже ее видела была одна книга и там говорилось что кулон может защитить или и типа того не думаю что это правда но может кому-то из нас его надеть для защиты и может парню которого сегодня чуть не прикончили не мешает подстраховаться а мы все прошли через такую мясорубку вряд ли кто-то заслуживает его больше остальных но нашла его я так что пусть крис возьмет я и так уже досталось а ладно хорошо можешь его взять сувениров прошлых жертв которые могут стать защитными талисманами для своих что это а это кулон в той книге была с ним картинка там говорилось что он вроде как может защитить или типа того не думаю что это правда но да уж пускай побудет у меня на всякий случай на случай если он реально работает я ведь уже чуть не помер сегодня я его нашла значит по старинному закону мира что плохо лежит то ничейное и теперь он мой конечно ладно забирай пускай сувениров прошлых жертв которые могут стать защитными талисманами для своих хозяев Продолжение следует... 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 Вдвойне чудесней. Дальше переходим в небольшой кинозал, где разборки продолжились. Дальше переходим в небольшой кинозал. Это не тот Сэм Грин, который был в Сидар-Хиллз. Он самозванец. Нельзя ему доверять. Признаю. Время, расстояние и куча всего прочего немыслимого разделяет нас. Но кем бы я ни был, ты можешь... Мне доверять. Полностью. С какой-то стати. Ты видела хранилище Августины. Она не просто собирает каждый кусочек твоего фильма. Она собирает каждый кусочек его пленки, который вообще когда-либо существовал. И что это должно значить? Вы абсолютно голословны. У вас нет никаких реальных доказательств. Или фактов. Одна муть. Все слишком сложно. Августина смогла упростить. Даем ей пленку, она помогает. И вас это ни капли не смутило? Да, чутка. Но вам я тоже не доверяю. Не уверена, что еще час назад сказала бы такое, но после всего произошедшего, мне кажется, Сэм прав. Августина врала нам. Каким бы ни был ее план, он за гранью нашего понимания. Видела бы ты тот зал и ту девушку. Я не верю Августине, но этому типу и вовсе. По крайней мере, Августина не притворяется кем-то из твоего прошлого. О, класс, этого здесь не хватало. Мне не нравится идея здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. Линда? Линда! Что? Что случилось? Мы были на заводе и... Что? Ты такая старая! Ой. Это... Такое вот иногда случается. Иногда. Ура! Стэн! Вернулся! Мы скучали! О, класс, этого здесь не хватало. Мне не нравится идея здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. Тебе надо понять. С чего вдруг? Я тебя даже не знаю. Крис! Ой-ой-ой. Не понимаю. Это... Такое вот иногда... Случается. Иногда. Сэм! Какого хрена тут творится? Оф, я вас нашел. Где девушка? Мэдди? Да. Я не знаю. Сэм! Какого хрена тут творится? Линда! Выслушай меня. Ага, дальше слушать твое вранье? Нет, спасибо. Вот дерьмо. Почти началось. Тогда начни уже говорить. Расскажи мне, кто ты такой. И что здесь происходит. Или помощи не жди. Прости. На это нет времени. Тогда теперь ты сам по себе. Да брось. Знаешь же, что от нее одни... Да? Я вообще ничего о ней не знаю. Но я точно знаю, что ты мне лгал. А как тогда объяснить весь этот архив? Она с самого начала утаивала информацию. А ты с самого начала вешал нам лапшу на уши, да ведь? Нет. Докажи. Докажи, что хоть что-то из этого правда. Ты права. Я не Сэм Грин. Я не ваш Сэм Грин. Хорош! Ты знаешь, что я не лгу. Прислушайся к инстинктам. Я Сэм Грин. Просто другой. У меня была Линда. Но не ты. А еще Бонни. И Крис. Вот капец. Ты мне веришь? Во все это верится с трудом. Но странный пазл начинает складываться. Что означает? Августина? А, наконец-то. Я вас уже обыскал. А где Мэдди? Ну, я не уверен. Мы разделились. Там была еще эта штука. Большое помещение. И там из ниоткуда появилась девушка. Какая? Она не представилась. Но кажется, она тебя знает. Где она? Она исчезла. В чем дело? Это как в нашем фильме. Это он и есть. Твой кусочек пленки у тебя? Ага. Дай-ка взгляну. Что особенного в этих пленках? Это же твой фильм, да? Да. Это он. Так-то я режиссер. Твой кусочек пленки у тебя? Ага. Дай-ка взгляну. Что особенного в этих пленках? Откуда нам знать, что он не решил просто забрать все себе? Ниоткуда. Но, похоже, придется рискнуть. Думайте побыстрее, пожалуйста. Мэдди. Мне нужна настоящая пленка. Что? Да где оно? Нет-нет-нет. Все пропало. Бежала прямо здесь. А твоя часть у тебя? Так. Покажи мне. Покажи, что забрал у моего сына. Не, могу. Ты не можешь? Я как бы, типа, уже договорился с Августиной. Это было до прихода остальных. Я подсуетился. Ах ты, подонок, врал, как дышал с самого нашего прибытия. Ладно вам. Ничего же личного. Ах, ну капец просто. Я б вас даже не знал. Она чуток доплатила, чтобы я пошивался рядом. Составил компанию. Стэн, ты не знал. Да никто не знал. Клянусь, если б я только знал, насколько кончено окажется Августина по итогу, я бы попросил двойную прибавку. А потом бы сказал, нет, спасибо. И был бы непоколебим, честно-пречисто. А я еще пыталась сомневаться в твою пользу, Стэн. Что стало с пленкой Стэна? Вы видели ее? Где она? Наверняка еще в его кармане. На его трупе. А твоя часть у тебя? Так, покажи мне. Покажи, что забрал у моего сына. Не, могу. Ты не можешь? Я как бы, типа, уже договорился с Августиной. Это было до прихода остальных. Я подсуетился. Ты все это время водил нас за нос, верно? Слушайте, Августина лишь, ну, чутка доплатила, чтобы я пошивался с вами. Составил компанию. Прикольно же. Не могу представить, насколько же ты себя, должно быть, ненавидишь. Такой эгоизм. Мне норм. Нихрена, вот это ты даешь. Зачай рот. Ты что, собиралась меня ударить сейчас? Не, лишь хотела, чтобы ты дрожал от страха. Ага, всегда к вашим услугам. Ну что, ты этого хотела? Может, хватит с тебя этих игр? Зачем ей заставлять нас смотреть фильм? Ну, а теперь нас ждет финал истории. А пока всем добра, мои милые любители киношек. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.